Российская пресса цитирует Вашингтон-Пост и рассказывает очень неприятные вещи, которые потом подхватываются в интернетах по разным поводам. Там все смотрят ролики из Шебекина и рассуждают о том, похож ли этот город на Бахмут или пока не очень. Благодушие закончилось и теперь в ближайшей перспективе никто и ничего хорошего не ждет. И тем не менее обсуждение этой темы их доводит до диареи. Согласно поступившим сообщениям, вооруженные силы Украины приступили к разминированию линии соприкосновения с российской армией перед большим контрнаступлением. Это действительно довольно показательный знак, потому что когда устоявшаяся линия фронта должна перейти в активное движение, то готовясь к наступательным действиям, на определенных участках линии фронта начинают снимать свои минные заграждения и разведанные минные поля с той стороны. Такие работы выполнять незаметно практически невозможно, поэтому разминирование или имитация проводится на нескольких участках для того, чтобы на той стороне терялись в догадках о том, где будут проходить наступательные действия, а где создается отвлекающий маневр. Таким образом, сторону, которая будет противостоять наступлению, заставляют нервничать и тащить резервы на направлениях возможных ударов. И тут преимущество на стороне тех, кто владеет инициативой. Они точно знают направление, а обороняющаяся сторона вынуждена прикрывать все опасные направления, распыляя силы. Москва начинает показывать эту нервозность. Разминированием полей украинские инженеры и саперы занимаются с помощью западного оборудования, в том числе специально модифицированных машин на основе немецкого танка «Леопард-2». Также для этого у Киева есть установки УР-77 «Метеорит», которые позволяют расчистить проходы через минные поля. Но инженерных танков и других подобных инструментов ВСУ не хватает. В результате некоторым военным приходится заниматься расчисткой минных полей вручную. Саперы по ночам выходят в поля и убирают мины. Как только расчищают путь, устанавливаются знаки, чтобы показать направление на российские позиции. Теперь эта тема несется по российским ресурсам со страшной силой. Там рассказывают о миллионной армии, готовой пойти в наступление, и что в ее составе почти нет украинцев, в основном поляки, румыны и почему-то эстонцы. Командуют всем американцы с англичанами. Сотни леопардов, авианосцы, которые пока маскируются под газонокосилки в порту Львова и другие чудеса инженерной техники. Привыкнув слушать о том, что вот-вот они победят Украину, теперь уныло наблюдают за тем, как недалеко подымается очередная бавовна. Россияне уже готовы поверить во что угодно, даже в звездный крейсер и звезду смерти. Но вот известие о том, что саперы снимают мины, действуют особо удручающе. Говорят, что это касается не только простого стада, но и самого вождя. Якобы от таких сообщений ему уже не успевают менять чемоданы, которые скоро сработают в обратную сторону. Тем временем за северной границей Украины продолжаются столкновения с участием легиона. Даже эти подразделения, которые воюют на нашей стороне, мы воспринимаем очень осторожно, и если они будут последовательны, то, возможно, полное доверие когда-нибудь и возникнет лет через сто пятьсот. Тем не менее, один момент не приветствовать нельзя. Какими бы ни оказались цели этих легионов и корпусов, сейчас они ведут боевые действия с прямым нашим врагом. А значит, что все, кто уничтожает нашего врага, действуют в полезном направлении. Поэтому все, что сейчас происходит там, правильно, хоть и маловато будет. В ходе боев уже возникли некоторые изменения в реакции Кремля. Еще недавно Песков публично заявил о том, что в Шумбекино и в Бебекино нет никаких вооруженных формирований и намекнул на то, что таких белгородских областей у них дофига и больше, и есть более важные дела, чем все эти непонятные движения на Белгородщине. Не зря Путин как-то сказал о том, что Песков несет какую-то пургу, о которой сам Путин ничего не знает. Недавно Песков рассказывал о том, как его сын служил артиллеристом у Пригожина. Там он прикрывал повара, когда тот наезжал в столицу. Для этого сын установил на своей Тесле пушку, из которой можно полить гашишом и коксом. Поэтому прикрытие было плотным до жестких глюков. Об этом Путин вообще ничего не знал и жестко отреагировал на ситуацию. Во-первых, наградил почетным знаком мать героина мэра Шумбекина. За что этот государственный муж удостоен такой высокой награды, не сообщается. Но кроме того, Акурок экстренно собрал Совет безопасности, на котором поставил первый очередной вопрос. Он заявил о том, что надо укреплять межнациональные отношения внутри Москвы, потому что там 190 этносов и это серьезный вызов неизвестно кому. Отметил, что есть положительные результаты, но их явно недостаточно. Подчеркнул, что на территории Московии практически отсутствуют анекдоты о Чукчах, что недопустимо, особенно в связи с ситуацией в Белгородской области. Надо усилить и углубить. При этом он не уточнил, кто кому и что будет углублять, Пригожин, Кадырову или наоборот. Но анонсированное межнациональное общение признал положительным. Между прочим, предстоящее общение горцев и ленинградцев вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые центральные телеканалы собрались освещать все в прямом эфире с Красной площади, где участники забили стрелку, а с другой есть и прямо противоположные мнения. Это тот самый Миронов, который расхаживал по госдупе с Пригожинской кувалдой. Видимо, он считает, что если с Кадыровым Пригожин потерпит фиаско, то кувалда может сыграть плохую роль. Поэтому вот такая тревожность. Кроме того, на фоне эвакуации жителей Шебекина, которых разместили в спортзалах, так, чтобы они могли не только переждать боевые действия, но и вести здоровый образ существования, стало известно о том, что Путин опять произнес фразу «Я решил». На этот раз сменить цвет линий, который постоянно чертит. С 1 июля они из красных станут коричневыми. Так, ближе к реализму. Там уже появились комментарии, смотрите по ссылке под этим роликом. Тем временем разразился очередной скандал с Пригожиным. Он обвинил ведомство Шойгу в том, что вооруженные силы минировали пути отхода Вагнеров из Бахмута. У Шойгу все отрицают и заявили, что они равномерно минируют все пути бегства всех сил от линии фронта. И Вагнеры не стали каким-то исключением. Например, принято решение минировать пути отхода населения из Шебекина и Белгорода. И никто не возмущается. Путин готовит еще ряд решений по Белгородской области на 50 метров углубить дно каждого из бункеров. На эти мероприятия выделено столько, что можно построить бункер в лунном кратере. Для вселения уверенности в своих граждан он распорядился отчеканить медали за Белгород, Шебекина, Курск, Брянск. И если кому-то кажется, что это простые решения, глубоко ошибаются. Так он отказался подписывать распоряжение об учреждении медали за Ростов-на-Дону. Потому что это бесполезная трата казенных денег, которых и так ему не хватает. На совбезе рассмотрены и более секретные вопросы. Зная о том, что Запад наращивает выпуск снарядов, Путин призвал сделать то же внутри Московии. Он лично предпринял некоторые меры и поручил одной известной спортсменке по художественному шпагату собрать и передать ведомству Шойгу все спортивные снаряды. Более того, она уже передала персональные булавы и спортивный вазелин на склады Минобороны. В настоящий момент все, что делается на стороне рашистов, имеет положительно свежий оттенок цвета беж. Хотели войны? Получили. Хотели, чтобы все горело и взрывалось? Присаживайтесь поудобней. А то, что горит и взрывается немного не то, что там предполагали, то это как с санками. Люби и на горку тащи. Так что можно не углубляться в то, что представляют из себя все эти легионы и корпусы. Важен сам процесс.